Так, прежде чем, так сказать, вот перейти к следующему разделу по компьютерам, я просто вот высветил конфигуратор, где, в принципе, представлены все модели компьютеров, чтобы, ну, просто вот видно было, что есть сейчас среди, так сказать, в конфигураторе есть все актуальное, да, есть, в принципе, там есть модели, которые уже не поставляются, там будет просто красно выделено, что они там уже закончили поставки, тут же, например, 677C, да, панельный компьютер, он не поставляется там, 577C, да, там будет написано, что не поставляются. Из новых, вот на что я слайдом буду дальше, 347-й из REC-PC, 547-й уже появились, да, то есть, 347-й, это, в принципе, такой самый бюджетный вариант промышленного компьютера, по цене он, в общем-то, сравним, я думаю, что дольше с теми же китайскими моделями, там, Advantek, то есть, если без, ну, дальше бы слайды будут, я просто кратенько, да, от 800, по-моему, евро, если по максимуму с программным, ой, с Windows 7, это будет порядка там 1400-1500 евро, вот, вот, также, в принципе, на мой взгляд, бюджетный REC-547G, но он уже, так сказать, немножечко подороже, и у него намного больше опций, и так далее, то есть, там можно заказать опции на 8000 евро, да, у него, вот, если брать, вот, именно, 547G, это, опять-таки, последние версии процессоров, Skylake, все остальные пока, вот, CD-модели, там идут пока, предыдущая версия интелловских процессоров, которые на технологии 22 нанометров сделаны. Так, ну, ладно, давайте сейчас... Так, ну, вот, про... О, вот этот 347E, это, в принципе, вторая уже версия вот этих бюджетных компьютеров, предыдущая была D, 347ED, да, в принципе, по цене практически ничего не изменилось, но просто обновление идет тех самых процессоров, как новые интеллские там процессоры стоят, ну, естественно, бюджетные процессоры. Ну, здесь вот сравнение идет на этом слайде позиционирование, будем так говорить, 347E компьютера в сравнении с офисным PC и в сравнении с 547E. Ну, если, так сказать, все-таки 347E выполнен все-таки в формате промышленного компьютера, для установки он может быть в 19-дюймовый рэк, в шкафчике вставлен, да, все-таки там более продуман по защите от пыли, от вибраций, ну, не совсем, ну, по крайней мере, в первую очередь от пыли в пыли-то поставлен, да, а в остальном это, в общем-то, такой, может применять их как для офисных приложений, но можно, в общем-то, вставить не в жестких условиях, но в промышленных условиях может эксплуатироваться 347E. Вот. Вариантов там выбора всего 4 или 5, по-моему, вариантов, то есть нету никаких вариантов там рейд-конфигурации, резервированного блока питания и так далее, но, тем не менее, для применения там в качестве ВИНСИ-систанции возможно вполне. Ну, это вот внешний вид 347E, да, то есть есть вот закрытые дверцы для... там дверцы для доступа к слотам, DVD там и остальным, если там можно поставить свой какое-нибудь устройство, да, и есть отдельно для вентиляции. Вот. Можно его на ключик закрывать, чтобы не было несанкционированного доступа, то есть включение там и USB, он под закрытой крышкой там, если под ключом, это будет, значит, недоступно. Так, сзади вот интерфейсы какие? Ну, в первую очередь, обращу внимание на 2 гигабитных Ethernet, то есть 2 порта. вот, компорт, да, причем 2, да, есть, присутствуют, 2 интерфейса для видео, 1 VGA стандартный и DVI-D цифровой, да, в принципе, можно подключить 2 монитора уже, не надо никаких там карт дополнительных, 2 монитора уже можно подключать. Вот. Ну, остальное, в принципе, классический, в общем-то, компьютер в промышленном исполнении, ничего такого особенного, бюджетный. Вот, внешний вид, ой, внутренний вид, то есть есть, в общем-то, планка для закрепления дополнительных плат, в общем-то, ну, это для промышленных компьютеров, так сказать, существенно нужно, чтобы там не было каких-то болтаний. Вот, все остальное так довольно свободно, компактно и без наворотов. Так, два варианта выбора конфигурации, то есть, дешевенький, более дешевый Pentium Dual Core с двумя процессорами, ой, с двумя ядерами и двумя потоками, да, и чуть-чуть дороже Core i5, тоже не самый, естественно, продвинутый, но, значит, четырех ядерных, четыре потока. Вот. Ну, особенных комментариев я не буду. По производительности здесь есть сравнение новой модели 347E в сравнении с тем, что было в 347D. Ну, тут опять 20% выжасла производительность, ну, спасибо Intel. Новые делают процессоры, чуть-чуть там уменьшают их нормы, компактнее все это делается, меньше энергии, быстрее. Опять, так, как это все меряется, все дальше загадка и загадка. Ну, ладно. Что еще из того, что... Какие его... Характеристики, не буду я здесь особенно комментировать. Так, слайд. Ну, для расширения есть порты, PCI можно дополнительно, ну, если кому-то надо еще плату, видеоплату поставить, PCI на 16 есть, да. Коммуникационные платы можно ставить дополнительные там. Все стандартно. Стандартный идет в поставке 500 гигабайт диск. Если надо, можно, в принципе, расширить, заменить, без проблем. Так, ну, дополнительные порты здесь, это я уже говорил, в принципе, все стандартно. Так, стандарты поддержка электромагнитной совместимости, стандартом европейским, тоже. Все стандартно. Ну, это вот таблица с заказными номерами всех вариантов, да. То есть, есть варианты без операционной системы Windows 7. Ультимейт ставится 64 битка. Есть, в общем-то, полный. Ну, то есть, самый дешевый вариант, я не помню, порядка 800, там, или чем-то, около 900 евро. Самый дорогой с i5 из Windows 7 будет порядка, вот, 1400 или 1500 евро. Вот такой диапазон для этих промышленных компьютеров. Так, ну, позиционирование. В принципе, на мой взгляд, в первую очередь, вот, для каких-то таких вот применений, как клиентов, тот же VINCC, может быть, ставить на него какие-то VINAS, там, и другое, ну, я не знаю, наверное, все-таки лучше взять поменьше, тот же 427, там, или другой какой-то компьютер. Так, ну, значит, я рассказал по 347, и в следующую презентацию я хотел, значит, по... 547-й G вот появился. Я просто, вот, совсем недавно появились эти слайды, просто не было времени уже их переводить, просто, как они есть, я их вам показываю. Ну, последняя, в общем-то, версия REC-PC, ну, то есть, имеется позиционирование, у Сименса уже старое, будем говорить так, еще лет 10 назад был Industrial Light, компьютер, то есть, компьютер, облегченный, как бы, промышленном исполнении, с платой, взятой, там, в Фиджитсу или какой-то другой фирмы, которая адаптирована, она, для того, чтобы работала она в промышленных условиях, в корпусе, то есть, там, в принципе, ставится тот же жесткий диск на специальных подвесках, для того, чтобы увеличить его стойкость к вибрации и ударам, а остальном, в принципе, в общем-то, как бы сказать, на основе офисного компьютера сделан промышленный компьютер. Вот это 547-я серия. Есть две серии других, 647-я и 847-я, где уже именно своя разработана плата, свой дизайн, там, остального корпуса, и они уже более стойкие к вибрации и удару, но они, естественно, что подороже, да, вот. И получается так, что 547-я серия, она немножко часто впереди бежит, то есть, на более новых процессорах идут версии, чем 647-я и 847-я. И в данном случае, вот здесь вот, новый 547-я уже, вот, в них Skylake стоит. Пока о других вот 647-ях пока не идет речи. Анонсов пока и нет уже, перехода на Skylake. Ну, что тут, вот, подробное есть описание, вот, если вы видите всех портов, интерфейсов. Есть, значит, два варианта, там, изготовления, значит, там, более один с дешевым чипсетом H110 и с более таким дорогим, да, ну, в принципе. Что-то, ну, главное, что, в общем-то, в обоих вариантах есть два Ethernet, есть возможность подключения нескольких мониторов, там будут слайды. То есть, не обязательно, вот, в последних версиях компьютеров, не обязательно заказывать дополнительную, там, плату брать, PCI-корпризную, чтобы подключить, там, два-три монитора. В базе это уже есть. Так, варианты, значит, контроллеров, которые, значит, процессоров, которые стоят в опциях, в конфигурациях. Xeon, Core i7-6700, это именно уже Skylake-овский. И i5, тоже Skylake-6500. Ну, и такой бюджетный вариант, Pentium iG4-1400. То есть, с i7-м, четырехпроцессорным, с четырехъядерным и на восемь потоков, да, в общем-то, такая максимальная производительность. Там разница, что шустрее, Core i7 или Xeon, даже не знаю. Ну, мне кажется, что i7-м может даже и пошустрее в некоторых применениях. Здесь вот то, что называется сравнение. 547-й G был, там стояла предыдущая версия процессоров Intel-овских на 22 нанометра, да. Здесь вот, сравнение с Skylake-овскими. Ну, где-то на треть производительность выросла. Ну, и, как я сказал, в принципе, разницы между i7-м и Xeon-м практически нет. В принципе, нос-в-нос они идут. Вот. И, если сравнить тот же, даже Pentium, он сравним по производительности, получается, с предыдущими, даже i7-м, не то что i5-м. В общем-то, существенная производительность выросла. Так, ну, остальное тут я даже комментировать особенно не буду. Будут такие детали именно конфигураций, насколько это все, ну, если будут вопросы, потом задавайте мне их, может, даже не сейчас, а там по почте или как-то. Потому что все есть в конфигураторе, вот эти все опции лучше всего выбирать. Там они все видны. Если какая-то, причем конфигуратор чем хороший, акселевский, что там, если, ну, не для REC-50, а для, например, панельных компьютеров или там каких-то других, если выбираются опции невозможные, ну, несовместимые с каким-то по хатвенам, по программным, то они просто пишутся, что это невозможная опция, да. А в том же интернетовском конфигураторе это никак не фиксируется, и часто приходят, а почему у нас невозможный этот заказный номер. Если бы конфигуратор использовали экселевский, то все бы стало на места, стало бы ясно. Так, ну, не буду я особенно здесь комментировать опции. Ну, то есть, есть варианты очень разные. Если брать по жестким дискам от простого, там, терабайтного жесткого диска до RAID 5, там, с возможностью, там, быстрой замены и так далее, да. То есть, варианты есть каких операционных. Значит, если по ставке идет семерка стандартно, пока, в общем-то, ориентироваться. Ну, и появилось Windows 10, да. Ну, пока на Windows 10 у нас еще, в общем-то, немного таких чего ориентировано. Теопортал 14, наверное, он все-таки будет ориентирован на Windows 10. Хотя, наверное, Windows 7 все, ну, 100% должно Windows 7 остаться. Так, ну, не буду я здесь подробно все это, подробности. Вот это, наверное, более такой интересный. Есть картинки, как, так сказать, можно заменять что-то. Ну, то есть, доступ, опять же, к 347-м, к фильтрам, дверцы с закрытой. Можно, так сказать, есть дверца, ключик для доступа к системным дискам и к USB в порту и так далее. Варианты вот жестких дисков, то есть, от RAID 1 до RAID 5, возможно, показано, да. Ну, опять-таки, сравнение RAID 1 в сравнении с RAID 5, ну, это, так сказать, такая, для общей информации... Вот, вот это вот я. Ну, в принципе, эта картинка показывалась и раньше, но, по крайней мере, вот она наглядно демонстрирует, как можно подключить к компьютеру просто уже до трех мониторов стандартно, то есть, не надо никакого дополнительного платы. А если поставится дополнительная опционная, идущая в комплекте, плата PCI-Express на этом, Nvidia, да, то до пяти мониторов вот стандартно ставится. То есть, уже смысл заказывать... Там, по-моему, осталось в PCS-ных каталогах четырехмониторная отдельная плата видео, да, которая, там, до четырех мониторов включается. Ее смысл уже, на мой взгляд, не имеет использовать. Все это можно... Вполне достаточно стандартной, вот, поставки с двухголовой платой PCI-Express на что... Четыре, а пять мониторов включить. Больше, по-моему, уже для ВИН-ССИ уже там же и не сделать. Четыре монитора стандартно, по-моему. Вот. Ну, естественно, что подключение вот дополнительно, это через адаптеры. Нужно... То есть, DVI-D, он стандартный, а если VGA, это через адаптеры. Здесь, на этой коре. Так, вот это вот немножечко информации дополнительной по опционной карте, которая ставится в 547-м УМЖ двухголовой, да, ну, то есть, она идет в комплекте, там будет идти адаптер для подключения двух VGA или двух DVI-мониторов. В чем, в общем-то, здесь, почему ставится имена? Вы обратите внимание, максимальное рассеяние 19,5 Вт. То есть, это, в принципе, я повторяю регулярно, что все компьютеры промышленные у Сименса идут с блоками питания, которые не рассчитаны на применение мощных плат NVIDIA или OMD-шных, да. То есть, максимум, что туда ставить можно без каких-то последствий, ну, 40, может, 50 Вт, да. Ну, 65 Вт тоже пробовали, вроде работает. Но, опять-таки, все зависит от конфигурации, там, что-то еще будет, дополнительно, там, какие-то оплаты сетевые или дополнительные жесткие диски, USB что-то подключить, и уже начнутся проблемы, да. Чтобы знали, что блоки питания в компьютерах Sematic не рассчитаны на мощные платы видео. Все, эту тему закрыли. Так, ну что, в принципе, доступен уже к заказу этот компьютер, поставляется в конфигураторе и есть. В общем-то, на это, значит, я перейду, перехожу к следующему.